Продолжение следует... Сегодня в нашей лекции мы поговорим о современных российских экспедициях 2017-2019 годов, организованных и проведенных фондом имени Миклуха Маклая. Важно отметить, что данные экспедиции ознаменовали собой новую веху в отечественных исследованиях в Океании и в частности в Папуа-Новой Гвинеи. Лекция организована в рамках образовательно-просветительского проекта «Россия-Океания 19-21 века» при поддержке фонда президентских грантов. Прежде чем мы с вами поговорим о возрождении российских исследований в Океании в 21 веке, нам необходимо дать более подробное описание океанейского региона. Океания – это действительно уникальный регион в южной части Тихого океана, где располагается более 25 тысяч островов общей площадью более 8 миллионов квадратных километров. Несмотря на то, что изначально масштабы Океании могут показаться сравнительно небольшими, сам регион простирается от берегов Австралии до южноамериканского континента, как мы видим на данном слайде. Говоря о масштабах региона и для более детального его представления, нам необходимо отметить, что самое крупное государство Океании – Папуа-Новой Гвинеи – по своим размерам сопоставимо с Германией. В Океании расположено 13 независимых государств, куда входят также и Папуа-Новая Гвинея, Вануату, Фиджи, Соломоновые острова и примерно столько же самоуправляющихся территорий, которые принадлежат Австралии, Новой Зеландии, Соединенным Штатам или Франции. Считается, что еще 60 тысяч лет назад острова Океании практически не были заселены, но ученые сходятся во мнении, что происхождение океанейских народов берет свое начало из Юго-Восточной Азии. Как мы видим на данном слайде, Океанию принято делить на три историко-культурных ареала – Меланезию, Микронезию и Полинезию. Итак, первая в новейшей истории России научно-исследовательская экспедиция по следам знаменитого ученого-путешественника Николая Николаевича Миклуха Маклая состоялась в сентябре 2017 года. Экспедиция стартовала из Санкт-Петербурга и, прибыв в Москву 11 сентября 2017 года, из аэропорта Домодедова отправилась в далекое шестидневное путешествие. Организатором и руководителем экспедиции стал Николай Николаевич Миклуха Маклай, потомок и тезка нашего знаменитого соотечественника. В команду также вошли и Арина Лебедева, научный сотрудник Санкт-Петербургского музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Игорь Чининов, который является научным сотрудником Института этнологии и антропологии РАН, фотограф Дмитрий Шаромов, а уже в Папуа-Новой Гвинеи к исследователям присоединился переводчик с местного языка на русский Степан Цельгий. И вот, получается, облетев половину земного шара, команда экспедиции прибыла в столицу Папуа-Новой Гвинеи, город Порт-Морсби, а затем в один из крупнейших городов страны, город Маданг. Оттуда, на яхте Кали-Бобо, путешественники отправились на северо-восточное побережье острова Новая Гвинея, которое сегодня и носит название Берег Рай. Важно отметить, что его историческим названием является Берег Маклая, потому что именно там, 148 лет назад, высадился молодой ученый Миклуха Маклай после своего 10-месячного путешествия на корвете Витязь. Экспедиционную команду из России, прибывшую на берег Маклая, новогвинейцы встречали с большими почестями. Жители окрестных деревень Бонгу, Гаринду и Гумбу в праздничных нарядах собрались на берегу и радостно приветствовали посланцев из так называемой деревни Маклая, России. Важно отметить, что у местных жителей нет слова, обозначающего страну, как такабу, поэтому приходится использовать слово «деревня». О визите потомка тама Бора Руссов, то есть большого русского человека, узнала действительно вся Папуа Новая Гвинея. Уже на следующий день местные жители вместе с российскими исследователями отпраздновали День независимости Папуа Новой Гвинеи, за который в 19 веке так рьяно боролся Миклуха Маклай-старший. За время своего пребывания в Папуа Новой Гвинеи члены экспедиции посетили деревни Гаринду, Бонгу и Гумбу, где изучили быт и культурную динамику местных народов за прошедшие с момента последней русской экспедиции 40 лет. Более того, на берегу Маклая состоялась и легендарная встреча потомков ученого Миклуха Маклая и Папуа Сатуя, который стал первым другом Маклая на Новой Гвинеи около 150 лет назад. 20 сентября впервые в истории Папуа Новой Гвинеи и Россия совместно отпраздновали День высадки на острове Миклуха Маклая. В этот день на берегу собрались более трех тысяч местных жителей вместе с членами экспедиции и почетными гостями, среди которых был отец нации Гран-Чиф, первый премьер-министр в истории Папуа Новой Гвинеи, при котором она стала независимой Майкл Самары, а также сэром Питером Бартером, известным общественным и политическим деятелем страны, который оказал помощь в проведении экспедиции. Усилиями Миклуха Маклая-младшего и сэра Питера Бартера при поддержке со стороны Новой Гвинеи был организован уникальный телемост, соединивший студию ТАСС Северо-Запад в Санкт-Петербурге и берег Маклая, в ходе которого россияне в режиме онлайн смогли пообщаться с участниками торжества, увидеть уникальный остров и его жителей. Ну и следующей точкой маршрута стал австралийский город Сидней. Фамилия Миклуха Маклая также и неразрывно связана с Австралией. Николай Николаевич-старший здесь живо работал на протяжении целых семи лет, а также основал в Сидней заливе Водсенс-бэй первую в стране биологическую станцию, что действительно послужило мощным импульсом для изучения морской флоры и фауны. Более того, именно в Австралии Миклуха Маклая-старший женился на Маргарет Робертсон, дочери премьер-министра Нового Южного Вильца, а Австралия действительно стала его второй родиной. В ходе экспедиции 2017 года в Сидней состоялась первая долгожданная встреча, русского Миклуха Маклая, с одним из членов австралийской ветки рода Миклуха Маклая Дженни Маклай, до вдовой Пола Маклая, внука Миклуха Маклая-старшего. За время пребывания в Сидней участники экспедиции также провели и исследовательские работы в Сиднейском университете, а также в музее Маклея, где хранится герб семьи Миклуха Маклая. Путешественники также побывали и в Митчелловской библиотеке, где им удалось увидеть редчайший портрет Миклуха Маклая, кисти художника Алексея Корзухина, написанный в 1886 году, за два года до смерти великого ученого. Кроме того, в хранилище Митчелловской библиотеки руководителю экспедиции Николаю Николаевичу Миклуху Маклаю удалось найти документальное подтверждение тому, что тот берег, на который высадил Семиклуха Маклай-старший 20 сентября 1871 года, был назван берегом Маклая самим же русским ученым, по праву первого европейца, вступившего на эту землю. Более того, это название использовалось и во времена, когда Папуа Новая Гвинея была под австралийским протекторатом. К сожалению, позже и этот факт был забыт, но на основании найденных документов возможно официальное восстановление этого исторического названия на картах. Таким образом, в ходе первой в современной истории России научно-исследовательской экспедиции на остров Новая Гвинея был собрат уникальный и богатый этнографический материал, а также коллекция предметов материальной культуры, которые пополнили Музей России. Но также, что немаловажно, исследователям удалось понять главное, что за полтора столетия имя русского ученого и гуманиста Миклуха Маклая там помнят и передают из уст в уста из-за его уважительного отношения к местным жителям. В свою очередь, в 2019 году также состоялась вторая научно-исследовательская экспедиция в Папуа Новая Гвинея на берег Маклая, участникам которой предстояло более глубокое изучение различных сторон культуры местных жителей папуаз. Целью экспедиции стала действительно организация культурного, научного и гуманитарного и делового сотрудничества между Россией и Папуа Новой Гвинеей, а ее состав был близок к составу экспедиции 2017 года. Команду экспедиции пополнила лингвист Ольга Темпл, которая занималась изучением трансформации местного языка и сохранением русских слов в местном языке жителей берега Маклая. Также в экспедиции принимали участие и российские журналисты телеканала «Россия-24» программы «Международное обозрение» Евгения Примакова. После двух дней в пути, длительных пересадок и смены часовых поясов команда экспедиции прибыла в столицу Папуа Новой Гвинеи, как мы уже знаем, город Порт-Морсбе. Экспедицию Маклая ранним утром встречали журналисты и фольклорный ансамбль вместе с Джеком Симбу, президентом фонда имени Миклуха Маклая в Папуа Новой Гвинеи. В первый же день Николай Миклуха Маклай встретился за завтраком с Питером Анилом, премьер-министром Папуа Новой Гвинеи, который тогда занимал данный пост. Питер Анил пожелал успехов российской экспедиционной группе и получил в подарок сувенир – российскую матрешку. После обеда команда экспедиции Маклая также встретилась с ребятами, которые в октябре 2018 года посещали Россию в составе первой в новейшей истории делегации из Папуа Новой Гвинеи по приглашению фонда имени Миклуха Маклая. Фильм об этом уникальном путешествии Папуа Новогвинеицев в Россию вы можете найти на канале фонда имени Миклуха Маклая и он будет также в описании к этому видео. Ну и вместе с тем состоялась встреча Николая Миклуха Маклая и заместителя генерального директора Национальной библиотеки архива Папуа Новой Гвинеи Дениса Багилла. Давние партнеры обсудили открытие российского кабинета на данной площадке, которое, стоит отметить, успешно прошло в декабре 2019 года, вызвало большой ажиотаж среди Папуа Новогвинейцев и стало важной вехой в развитии двухсторонних отношений России и Папуа Новой Гвинеи. Ну и затем участники экспедиции отправились в город Маданг, который, как мы уже знаем, располагается на северо-восточном побережье Папуа Новой Гвинеи. Маданги участники экспедиции приступили к закупке продуктов на местном рынке, табака, живой свиньи и тунца в подарок местным жителям берега Маклая. Специально, чтобы помочь закупить провизию, в помощь команде экспедиции прибыли жители деревни Гаренду с берега Маклая. Также для пополнения коллекции были приобретены некоторые предметы, произведенные мастерами из региона реки Сепет, которая простирается вдоль северо-восточной части Новой Гвинеи. И вот 28 апреля экспедиция прибыла в деревню Маклая, которую назвали так в 2017 году, в честь визита первой в новейшей истории России научно-исследовательской экспедиции на остров Новая Гвинея в XIX веке. В деревне живет Асель Туй, ему приблизительно 77 лет и с его слов он представляет пятое поколение того Туя, первого местного жителя, который встретил Миклуха Маклая в XIX веке. На следующий день экспедиция посетила деревню Бонгу, где исследователи встретили праздничными танцами, а затем деревню Гумбу и Гаренду, где они встретились с местными жителями и также передали им подарки из России. Ну и важно отметить, что в первые дни мая 2019 года команда экспедиции Маклая погрузилась в реальную жизнь местных жителей берега Маклая. Путешественники освоили охоту, рыболовство и для этого им понадобилось научиться ловить рыбу при помощи копья на традиционном каноэ, но и безусловно огородничество. Более того, команда ученых посетила и до инициации, а Асель Туй рассказала о проводимых там таинствах. Именно там молодые люди в течение недели обучаются тому, как стать лучшим охотником, лучшим рыболовом или лучшим огородником. Родители заранее готовят мальчиков к этому таинству и после всего обучения, когда мальчик действительно становится мужчиной, устраивается большой праздник. Но и безусловно, нам важно отметить, что 5 мая 2019 года экспедиция Маклая посетила деревню Билбил, которая изданно славится своими гончарными изделиями, потому что горшки и по сей день здесь изготавливаются вручную и без гончарного круга. Местные жители на Билбилле тепло встретили экспедицию Маклая и пригласили посетить остров, где сохранилось место с хижиной великого русского ученого в живописном месте с видом на воле Бисмарка. Ну и также интересно, что 150 лет назад, после первого посещения этого места Амикуха Маклая, детей стали называть в его честь. И, как выяснилось из экспедиции 2017 и 2019 годов, эта традиция сохраняется по сей день. Кстати, важно отметить, что большинство из этих местных жителей является потомками тех, кто видел российского ученого Миклуха Маклая 150 лет назад. За время экспедиции были проведены научные исследования в области этнологии и лингвистики, и результат этих исследований позволит лучше понять неизведанную жизнь местных жителей далекого, но столь родного нам берега Маклая. Дорогие слушатели, на данном моменте наша лекция подошла к концу. Надеюсь, вы почерпнули для себя что-нибудь новое. Смотрите видео на канале фонда имени Миклуха Маклая, задавайте комментарии, на которые мы обязательно ответим. И до новых встреч!